Всем привет! Вы смотрите программу Бункер С на телеканале Терра. Меня зовут Максим Рулевой и сегодня со мной мои соведущие. Александр Угай, музыкальный продюсер ивентер. Всем привет! Гештальтерапевт и шоумен Дмитрий Шарланов. Всем привет! Мы продолжаем обсуждать новости не серьезно, а серьезно. Британский журнал «Алтокар» признал Ниву самым проверенным временем внедорожником в мире. Ура! В песке, снегу, болоте, море я на Ниве могу хоть даже в космосе пройти. И нет приятней этой ласковатой машины. По-русски тянет, рулет, едет, где не лень. Авститетное периодическое издание об автомобилях проранжировало модели, насколько долго они находились на конвейере. Лада 4х4, отметившая в этом году 43-летие с начала производства, стала самой долгоиграющей машиной на планете в своем классе. Ну, браво, молодец, что действительно Нива прекрасный автомобиль, все ее знают, все ее пользуются. Компания, которая производит Ниву, собственно, наша компания, АвтоВАЗ, да, также конкуренты, которые примерно столько же прожили времени. Именно Mercedes-Benz, Гелендваген, 38 лет, Toyota Land Cruiser, Prado, 36 лет, Land Rover, Defender, 33 года, Jeep Wrangler, 28 лет, Land Rover, 26 лет. Но, смотрите, да, все эти машины, допустим, возьмем, там, какой-нибудь, да, Land Cruiser Prado, он все равно за эти 36 лет изменялся, так или иначе, он стал все более красивым, более симпатичным, более модернизированным, более техничным. А из года в год, что, собственно говоря, не делала Нива? То есть, этого не было вообще. Нива была и так идеальной, изначально. Она сразу была красивой. То есть, вот этот вот кусок, да? Она была полезной, функциональной, неубиваемой. Просто все эти зарубежные производители машин, они не знают о том, что мы знали тогда еще. То есть, на деле, я знаю, какой был тюнинг на Ниву, я видел. Пластиковые бамперы? Нет, там этот провод. Ведерка. Если ты панель разберешь и на панели так проводки замыкаешь, там щеточки на фарах есть, они так чик-чик делают. То есть, все-таки они чик-чик делают иногда? Я просто думал, что они чик-чик не делали вообще никогда. Нет, я видел в Ниву, на которой стояли стеклоочистители на фарах. На панели не было выведена кнопка, мы провода замыкали. Причем на лобовом стекле нет очистителей, а на фарах есть. То есть, все-таки машина времени существует, получается, в России. Мы примерно 43 года назад предвидели настолько хорошо будущее, что создали машину, которая не требовала никаких изменений в течение 43-х лет. Ленивый народ, ленивый. Зачем нам каждый год что-то там пытаться, пыжиться, придумывать? Все придумано сразу и на века. Шестерку возьми, копейку. Их уже нет, а Нива есть. Нива есть, Нива есть, Нива еще будет. И шестерки есть. И ездят. Нет, их производят. Да. А Ниву производят. Ниву производят. И будут производить. Просто даже вот сравнить, да, стоимость Нивы, которая сейчас стоит, порядка 500 тысяч рублей, новая Нива стоит. Ну, плюс-минус. Это прямо вот с щеточками, вот с этими на фарах, да. Ну, плюс-минус можно сделать небольшой. С магнитолой. И ту же самую, там, максимально приближенный автомобиль, который выпускается уже 38 лет, а именно Mercedes-Benz-Gelentwagen. Давайте, да, возьмем вот эту вот никчемную модель. Давайте сравним их, можно так сказать, да, вот этот вот ниочемочный их. На чем ты поедешь на даче? На Гелентвагене, либо на Ниве. На даче я поеду на Гелентвагене, потому что у меня асфальт до дачи идет, понимаешь? У нормальных людей на даче нет асфальта. У них там бездорожье, грязь, и все время идет дождь. Ну, это ты, подъезжая на Гелентвагене, пересаживаешься на Ниву и поехал по этим. Я про то, что Гелентваген в свое время был самым дорогим внедорожником в мире. Да он и сейчас такой, мне кажется. Ну, сейчас не самый дорогой, а он был самым дорогим, понимаете? То есть за 38 лет его настолько усовершенствовали, что он стал самым дорогим внедорожником в мире. А Ниве это не нужно. Она и так идеальная. А ей плевать. А я одна такая. А я одна такая. Нива наше все. Я не спорю, что Нива проедет там, где Гелик никогда в жизни не проедет. Да, но такие, как Лэнд Крузер, Тойота, они, извините, проходимые автомобили вообще. И комфортные, проходимые. Ранжер Ровер, Дефендер, джип тоже он как бы эгэгэй. Ну, конечно. Но подожди, еще у Нивы же была коллаборация с Шеви Нива. Это уже другая история. Самая крутая коллаборация, когда на нее поставили еще две двери. Я хочу вырезать этот кусок. Для наших постоянных зрителей слово коллаборация это не ругательное слово. Это компиляция лишь тех процессов, которые позволяют двум, казалось бы, несовмещенным моделям стать одной. Что это значит? Что такое нашим постоянным зрителям? Говори напрямую. Мама, коллаборация. Это Тота вообще. Да, это другой автомобиль. Ну да, вот насколько Шеви Нива и Нива, вот можно, да, как бы здесь говорить о них одинаково. Потому что все-таки... Нет, мне кажется, тоже нельзя, потому что наша Нива, она прям вот такая вот Нива одна, комдовая такая вот прям. Прям Нива. Это ж Нива, как называют ее. Это ж Нива. Многие, да. Шеви Нива. Нива, с днем рождения. В Великобританию таковала опасная разновидность пьяных немецких ос. Они могут ужалить без причины. Отмечается, что осы, осы-швабы, распространяются на фоне жаркого, засушливого лета обилия слепых, забродивших фруктов. А, спелых забродивших фруктов. Может быть, и слепых. Которыми они питаются. А осы стали слепыми после этого, я так понимаю. Из-за такого питания насекомые становятся придурковатыми и более агрессивными. Специалисты призвали островитян, то есть англичан, быть осторожными на природе. В частности, не размахивать руками при встрече с насекомым, так как это увеличит риск провоцировать осу на укус. Слушайте, у меня вообще полное описание россиянина сейчас произошло. Ну, мне кажется, просто наши осы перекочевали. В Германию сначала. Уехали, так сказать. Наши осы уехали в Германию. Научили там швабов. Жахнули там Шалашвили. Первое слово пьяные написано. Да, да, да. Кто-то не знал, что Великобритания это остров, между прочим. Сейчас мы открыли глаза людям. Островитяне, да. Это уже раз плюс один в этой новости. В Великобритании живут не только англичане. Нет, ну что вот мы опять не англичане. Типа только русские буйные пьяные. Ну что, возьмите немцев на отдыхе. Ну кто-то горит громче русских. Только немцы. Они так же громко орут, так же дебоширят. Все то же самое. А если брать фанатов английских? А эти вообще беспредельщики. Первое хулиганье. Первое хулиганье. Я один раз отдыхал там, где было много англичан. Я чуть с ума не сошел вообще. Был на Майорке. Они там тусили такими толпами. Ну они, благо, вот там река орущая идет. Ох человек 30. И ты идешь в центре с девушкой. Они тебе просто обтекают и дальше пошли, понимаешь? Как-то, ну они... Ну они по-своему кайфуют, да. Понятно, что там... Ну с осами так не получится. Но осы нет, нет, тут уже немецкие осы, они идут свиньей. И они пьяные осы, как правило. И начинают атаковать, да. Пьяных англичан. Пьяные осы немецкие, пьяных англичан. Слушай, ну я эту новость читал. Она, убегать под них бесполезно, они скорость до 40 км в час могут развивать. Естественно, немецкие. С немецким автопромом всем известен. То есть пьяные осы тоже превышают? Естественно, еще как. Зашкаливают они. Как они добрались до Великобритании? Ну понятно, что сначала Францию, наверное, все-таки захватили, как обычно это бывает. А потом же через Ла-Манши и вперед. Они взяли с собой испорченную дыню и пошли, просто полечили. Собой возьмем десантируемся просто. Заводят дыни спелые. Виноград, виноград. Все, неспелый виноград, это хуже вина. Ну, любой забродивший фрукт, видимо. Вы пробовали забродивший ананас? Нет. Попробуй. Немецкий осы. Нет, смотри, здесь еще указано слово ключевое, придурковатые. Ну, это мягко было. Сказать, они не только агрессивные, они еще придурившие. Просто толерантно, толерантно поступили те, кто писал, кто-то видел непридурковатую осу. Вот ты сидишь на улице обычно, летом на даче кушаешь, и они начинают твое мясо есть, пытаются. Они изначально придурковатые, я бы сказал. То есть, ну, они неадекватные с самого начала. Они тебя пытаются, отодвинься, это мое. То есть, они такие. Слушайте, ну, теперь будет... Аншурдагин. Это все пошло с Октоберфеста. Извините, две недели. Две недели с исконных времен там раздавалось тапиво бесплатно. То есть, уже сколько десятилетий это происходит. Пчелы, дураки. А, дураки мы высели. Этот праздник набирает миллионы туристов, приезжают на Октоберфест. Извините меня, естественно, ос это, как говорится... Туристы испоили ос. Да? Да все вот прям вот на ладони. Все. Поэтому, что мы привязались к осам? Пусть теперь разгребают эту Великобританию. Да, что главное, что теперь англичане поняли, что на них тоже найдется управа в виде придурковатых немецких ос. Пьяных. Удачи. Мосгордума освободила владельцев электромобилей от транспортного налога по инициативе мэра Собянина. Год продлится до 31 декабря 2024 года. Кто? Ну, на 1 января прошлого года, 2019-го, у нас в России всего насчитывается 3600 электромобилей. Электромобили каких? Ну, электромобили сейчас выпускают разные марки. Есть и Peugeot, есть Nissan, есть Toyota. Ну, и Tesla. Самый популярный, как говорится. Самый топовая моделька. То есть они все входят в этот список льготников. Вот что самое интересное, любой электрокар. Если мы берем Tesla, можно взять 4-5-летнюю Tesla, которая стоит 3 миллиона рублей, и у нее будет объем двигателя 700 л.с., даже больше. То есть это лютая такая пуля, на которой можно летать по городу, она полноприводная, ее хватает более чем на 500 километров полного, скажем так, бака, заряда батареи, и у тебя нет никаких налогов. То есть если бы оплачивали налоги, 700 тысяч, если не ошибаюсь, то порядка 110 рублей в год. То есть сколько минуса? Второе, то есть если у тебя объем такой двигателя, он тебя ест, ну, явно больше 10 тысяч месяцев, да, съедает бензин на такой автомобиль. То есть какая экономия? У тебя еще и парковки, кстати, там еще и парковки для этих автомобилей в центре Москвы бесплатные. А уж если твоя машина простояла себе выходные, как говорится, в центре Москвы, ты ее можешь тут не забирать, потому что ее выгоднее уже там оставить. Там уже набежало столько, что смысла ее забирать нет вообще. Ты можешь ее продать вместе с местом. А так и делают люди на шестерках, заезжают в Москву. Продам мест. Ну да, и это ведь настолько здорово. Ну, во-первых, мы не загрязняем кружающую среду. Так, раз. Удобно. Во-вторых, экономия. Два. У тебя нет никакого двигателя, там нечему ломаться. То есть тебя там, ну, я, конечно, жестко утрирую там, да? А вот сейчас, сорян. А как же вот эта вот розеточка, которая стирается, перечистое надо менять? От зарядника? Кто об этой проблеме знает, кроме нас? То есть ты думаешь, она прям так же выглядит на автомобиле, как на телефоне, да? Представляешь, постоянно рвется вот в самом таком месте, неудобно. Когда ты сворачиваешь розетку, она... А ты изолентой ее там заматываешь периодически там. Ну, это потом уже, да. Но изначально, то есть должны расходы какие-то продаваться, чтобы она была там... И меня вот одно удивляет. Я посмотрел все эти электрокары, и они все страшненькие, кроме Теслы. То есть вот, ну, вот они безумно страшненькие. Ниссановские какие-то, они какие-то убогие. В них, ну, не хочется садиться вообще. У них другая функция. Понимаешь, другая функция. Опять другая. Ну, чтобы это было экономно, понимаешь? Понимаешь, у Теслы тоже самое все получается. А то, знаешь, у этих страшненьких машин, у них большой плюс, они бесшумные. То есть она когда едет, ты не поворачиваешь на нее. А то ты... Никто не обращать внимания. Идешь, ревет и поворачиваешь, боже мой. Тесла тоже бесшумная, но она красивая. Двухдверная, которая, да, действительно, она стоит под 20 миллионов новая. Но она, боже, выглядит как Феррари просто. У нее, кстати, заряда хватает на более чем на тысячу километров можно проехать на ней. То есть ты прыгнул в Самаре, доехал до Москвы, ничего не потратил. Ну, за исключением 20 миллионов, на которых купил этот автомобиль, как бы все остальное. А так потом ты экономишь, конечно. Потом ты очень экономишь. Сильно экономишь. Нет, это главное, что ты экономишь. Наверное, все ходят и хвастаются, что я экономишь. Мне кажется, недолго, недолго вот этой новости... Слушай, ну, опять-таки, это до 2024 года только. А что потом будет? А потом все, потом нефтяные магнаты соберутся и наваляют этим электрокаром. Ну, Тесловцам. Самое еще, что интересное, что эти автомобили, которые, ну, самый дешевый, один из самых таких дешевых, грубо говоря, бушных автомобилей, которые я нашел, было 2,5 миллиона. Ну, то есть больше трех. А у нас, как известно, больше трех – это уже налог на роскошь. Все эти автомобили не облагаются налогом на роскошь. Он может стоить даже 20 миллионов. Вот это самая приятная новость сейчас. Я предлагаю уже скинуться на первый взнос, сдать кровь. Я не знаю, что, почку, чтобы хотя бы, да, может быть, хватило. И почеку на Теслу. Я бы с радостью перешел на электрокар. Правда, я бы вот, ну… А что тебя сейчас смущает? Стоимость. Да как бы там… Все-таки, да? Все-таки стоимость меня смущает вообще. За что ты больше экономишь вообще? А еще поставишь на нее счетчик, чтобы он там отправлял какие-то… Назад кручевал. Если вот взять эти деньги, то я могу пожизненно, и вся моя семья, кататься на каршеринге. То есть я могу просто купить себе безлимит каршеринга вообще. И не париться ни о чем. Будет стоять у меня во дворе всегда. Это мой личный каршеринг будет. На этой приятной мажорной ноте предлагаю, да, завершить эту новость про электрокары. Это была программа «Бункер С», и в студии сегодня были ее ведущие. Александр Ругай. Всем спасибо. Счастливо. Дмитрий Шарланов. Всем добра. Пока. Меня зовут Максим Рулевой. Мы откроем все двери. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok